добрый день дорогие друзья достаточно нередко люди жалуются на боли в правом подреберье и почему-то думают что это проблема печени что это болит печень вот сегодня я вам расскажу чем вызываются боли в правом подреберье и расскажу как самостоятельно от них избавиться тех зрителей канала которым не безразлично собственное здоровье приглашаю на мой бесплатный вебинар ссылочка на котором находится по описание под этим видео но боли в правом подреберье чаще всего вызываются именно спазмом желчевыводящих путей то есть это может быть желчный пузырь может быть желчные протоки именно там чаще всего возникают спазмы почему а потому что мы когда нервничаем тоже вызываются у нас спазм желчевыводящих путей и именно этот спан и дает болевые ощущения потому что в них как раз в этих протоках в желчном пузыре и содержатся болевые рецепторы которые, когда сжимаются напрягающимися мышцами, дают боль. Поэтому самой частой причиной боли в правом подреберье является стресс, а причиной боли является спазм желчеводящих путей. Как расслабить желчеводящие пути? Элементарно просто. Лёжа на спине, ручки вот так вот засовываете сюда в правое подреберье, и вот туда под ребра засунули и подержали 15-20 секунд. Подержали до тех пор, пока боли не уйдут. Либо, как вариант, еще, может быть, подержали, через какое-то время возникает такое бульканье, бульк, 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 прям ухом слышно. Это вы расслабили желчный пузырь, он выбросил желчь, желчь из него вытекла, и все, и боль сразу же уходит, потому что желчный пузырь, именно растянутая стенка желчного пузыря, и давала вам эту боль. Это 99% болей в правом подреберье, это как раз эти спазмы желчеводящих путей, которые вот таким образом легко убираются, и, соответственно, боль сразу уходит. Редко, но бывает такая проблема в печени, которая тоже дает боль. Это венозный застой в печени. Почему боль возникает только при венозном застое? Ни при каких болезнях печени, ни при жировой дистрофии, ни при там, не знаю, все что угодно. Болей не будет. Боль будет только тогда, когда печень увеличена. А увеличивается она только при венозном застое. Даже гепатиты всевозможные, то есть воспалительные изменения печени, возникают только тогда, когда происходит вот этот самый венозный застой. Пока не будет венозного застой, никакого гепатита у вас не будет. Хоть там вирусы, хоть не вирусы, хоть вы там заразились, хоть не заразились. Не будет гепатита. Гепатит будет только в том случае, если есть венозный застой. И боль, соответственно, возникает именно из-за венозного застоя. Почему? Потому что мы говорили, что боль это раздражение болевых рецепторов, а болевые рецепторы находятся в оболочках. Вот только когда оболочка печени растягивается, начинают раздражаться болевые рецепторы, и мы ощущаем боль. Это единственный вариант возникновения боли именно из-за печени. То есть, когда идет венозный застой, расширение, увеличение объема печени. Соответственно, как его убрать? Легко и просто. Пампаж. То есть, вам нужно вот эту застоявшуюся венозную кровь в печени прокачать. Кладете ручки на реберные дуги, вот сюда, на края. Медленно сжали и резко отпустили. Медленно сжали и резко отпустили. И вот так раз 30-40. Поделали это, вы прокачали венозную кровь и сразу же можете посмотреть, что печень в размерах уменьшилась и ваша боль тоже ушла. Вот, дорогие друзья, как лечится венозный застой, как лечится гепатит и как убираются боли в области печени. Благодарю вас. Напоминаю, что ваши лайки – моя самая большая награда. Не жальничайте. Ставьте их, пожалуйста. А также подписывайтесь на канал. Я здесь несколько раз в неделю рассказываю о методах самостоятельного восстановления здоровья. Продолжение следует...